Девушки отдыхают Я на деньги не играю Ну, давайте тогда на пресс На пресс это святое дело Ты со мной уже два месяца как выкаешь Простите, великодушно, но у меня очень много работы Леха в глубоком минусе Минус 170 вестов Вот, мужики, предлагаю все скостить Делим на одно Не надо ничего делить, проиграл как проиграл Так, чем это вы тут занимаетесь? Спортом, товарищ прапорщик Спортом, это хорошо Так, а что у нас с сырником такой зеленый? Ну, не знаю, с животом что-то Алеш, я, конечно, не против физической подготовки Ну, давай впредь Без фанатизма Заметаем Что это за вкладыш, а? Откуда он взялся? Не знаю Мы не на деньги играем Ну да, да еще баны Никак нет, на пресс Ребят, помогите, а С чем, с математикой или с физикой? Да меня там на входе козел один в дискотеку не пускают Потяните один раз Макар Капут Он что, отшел? Да Ковалев нас засек Значит так, Трофим, быстро найди ее и не меняйте отсюда А Ковалев быстро сказал Знаете такую поговорку? Дураков работа любит Так вот, таких умников, как вы, она любит еще больше Максим, а может, в субботу в кино сходим? Ну, насчет этого, может, даже не спрашивать С вашим братом он туда не ходок Слушай, Трофим, тебе бы на язык кисточку примотать Ты бы за час весь город с ледовым измазал Не, а что такое? Разве что-то не правду сказал? Слушай, в кино не плохая идея Ты это серьезно? Серьезней не бывает В субботу в два часа возле КПП Только не опаздывай Мужики, а чья паста? Это монах оставил Он сейчас вернется, просил, ну, не убирать Ну, он тоже монах? Ага Слушайте, мужики, а че все монах-монах? Между прочим, это прозвище уже устарело Почему устарело? Ну, потому что наш монах Он же вроде как и не монах Ты как это? Ну, так, раскодировался Снял рясу и пошел Блин, Трофим, ты можешь толком объяснить? Слушай, Печка, а ты можешь толком дослушать, а? Макар сегодня на дискаче такую телку подцепил Да ну нафиг Да отвечаю Да он, кроме Ковалева, больше никого не мог подцепить Слушайте, мужики, гадом буду, а? Он ее еще в кино позвал, и я при этом присутствовал Интересная киношка получается Да ну, я не верю, очередной прикол Скорее всего Да и девчонку жалко Еще одна жертва инквизиции Ага, поматросит и бросит Не, помонашит и не спляшит Да не, ребят, там такая девчонка просто Ух! Я бы ее сам поматросил Блин, козлы, а? Уроды! Сухой, а ты откуда такой добрый? От верблюда, Соболь Твоя бабушка, а? Вот же скоты Слышь, Сухой, а ты это где? В Караганде, Трофим, в Караганде Нет, ну это логично Если от верблюда, то знаешь, в Караганде был Да блин, я Ольку хотел до дома проводить Какие-то ублюдки Весь собор в тенеме смазали Нет, Сухой, ну это на дерьмо не похоже Это, значит, солидол Солидол? Блин, мужики, а кто-нибудь знает, это отмывается как-нибудь? Угу Еще совсем зеленый Весна на сердце Каждый день без сна Весь мир живет Твоим законам На перегонки С ветром впереди Любовь где-то там Потому что у нас все роли главные Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные Видишь, ты идешь и рядом я иду Потому что у нас все роли главные Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные, видишь, ты идешь и рядом я Степ, ты спишь? Пытаюсь Слушай, а это правда? Что правда? Ну, что-то влетное передумал Ну, есть такое дело А с чего вдруг? Ну, блин, передумал и передумал, вам-то какое дело А Василюк что сказал? Ничего, сказал, что молодец И куда ты теперь? В зенитную Почему в зенитную? Летчикам мстить Блин, Трофим Степ, а серьезно, есть какие-нибудь соображения? Есть Какие? Пока что спать, а там видно будет Слушай, а это что, из-за Анжелки? Что из-за Анжелки? Ну, передумай А при чем тут Анжелка? Да, Сень, при чем? Что, с тобой ехать не захотела? Слышь, Сухой, заколебал ты уже, а? Таких как Анжелка еще поискать надо Она со мной хоть в Антарктиду поедет Это что, в моржовые войска, что ли? Да пошел ты, а? И вообще, моржи в Арктике живут, а не в Антарктиде Ложи их пять Слышь, Трофим Так, сворачиваем литературу, открываем химию Соболев, что непонятного? Товарищ подполковник, так мы уже как минут двадцать химией занимаемся Особенно я смотрю, у Макаров химией занимается Да, Макаров? Я, товарищ подполковник Что у тебя там за рассадник юмора? Смешная задача по химии попалась? Никак нет А что ж тогда? Товарищ подполковник, просто тут один анекдот А по-моему, не один Перепетчик, он третий раз смеется Или до него так туго доходит Просто анекдот смешной Это большая редкость, Макаров Может, ты его всем расскажешь? А? А что? Лучше один раз всем вместе посмеяться Чем тридцать раз поодиночке Ну, Макаров, мы ждем Товарищ подполковник, просто там слова неприличные есть Нашел, чем пугать А ты их замени как-нибудь Русский язык богат синонимами Не смысл тогда поменяется? Ну, ты уж постарайся, чтобы он не очень поменялся Ну, давай, давай, Макаров, травим Ну, в общем, приходит товарищ прапорщик К себе домой после ночного дежурства Заходит на кухню, смотрит, а жена нету Тот думает, дай-ка посмотрю на ванну Заходит в ванну, смотрит, а там полотенце висит Он трогает полотенце, а оно мокрое Да Привет, родной Привет Ты извини, я с утра немножко погремела Да ничего страшного Ты хоть выспался? Не то слово Что это? Это бритвенный станок, если ты не знаешь Ну, откуда? Это я хотел тебя спросить Откуда в нашей ванной мужской бритвенный станок? Заметь, не мой Фу, Паш, я как раз хотела тебе рассказать Думаю, самое время Когда ты вчера был в наряде Ну, в общем, у нас Дима ночевал Так Понимаешь, у него какие-то дела в Москве А поезд в шесть утра Ну, согласись, глупо было на одну ночь гостиницу снимать Да, действительно Паш, ну я же не могла ему отказать Почему я об этом узнаю только сейчас? Потому что ты пришел очень уставший И что? Ну, я хотела тебе сегодня рассказать Паш, ты только ради Бога себя не накручивай Я... ну что здесь такого? Я постелила ему в гостину, он лег, поспал, выспался, потом встал и ушел Я даже не слышала, как он уходил А ты хотела? Что? Услышать Паш, я тебя не понимаю Это я тебя не понимаю Может, давай он уже к нам переедет? А что, места хватит, я могу в ванной прилечь Паш, не говори ерунды Это ты говоришь ерунду, родная Снять гостиницу на одну ночь Да пусть он хоть часового снимает Можно сделать так, чтобы он не лез в нашу жизнь Паша, он мой бывший муж Понимаешь? Бывший А это бритвенный станок Заметь, настоящий Ну, и что молчим? Ну, все, в этом и смысл Да, Макаров, не умеешь ты анекдоты рассказывать Почему, товарищ подполковник? Все же смеялись Я не смеяюсь, потому что этот анекдот в первый раз слышали А вы? Что я В какой раз? В седьмой десяток пошел Перепечка Вернись Я все прощу Я смотрю, у вас на третьем курсе лафа В смысле? Ну, вы почти каждый день в город ходите Ну, мы же не погулять ходим У кого репетитора, у кого библиотека Все сейчас с экзаменами заморочено Ну, как говорится, приятные хлопоты Приятные хлопоты, это, знаешь, сумку собирать Вот, пускай это Ну, да Поступление – дело серьезное Ксюша, а ты с журфаком не передумала? Не передумала И куда будешь поступать? Синица, ты что, задымился? Сам озвучил журфак Нет-нет, я имею в виду Ну, да, в смысле, куда? В город В каком городе хочешь учиться? Ну, мама говорит, чтобы у нас в городе поступала А я хочу в Москву пробовать Ну, сам понимаешь, Москва Странно Что странного? Ну, кто-то совсем недавно говорил, что Москва – это муравейник Ну, а кто-то от своих слов и не отказывается То есть ты хочешь быть муравьем? Заметь, образованным муравьем Ну, а если не поступишь? Я поступлю Нет, ну вдруг Целуй меня быстрее В смысле? Во всех смыслах, целуэту накаркаешь Ну, это на троечку Ты хочешь, чтобы я экзамены завалила? Так Алло Алло, Оль Ну, ты скоро вообще? Я уже в городе Да вот, только что вышел А сколько тебя еще? Ну, нормально Я пока в парке погуляю Погода супер Что перейдет? А, так это телефон у кого-то Ладно Хорошо, хорошо Ладненько, давай Давай, увидимся Я тебя тоже Давай, до встречи Вообще, красота Красота Девушка, снимите, пожалуйста Дарит возможность озолотиться всем желающим Беспрецедентная акция Только три дня цена снижена на 25% Заходите и убедитесь Самый большой выбор в нашем городе По самой низкой цене Четыре приобретения по цене трех Не проходим мимо Лучшая возможность сделать подарок Любимой женщине Молодой человек Ну и что тут у вас? А у нас тут полный фарш А вот это здорово Да-да Разрешите, товарищ подполковник Пожалуйста Приятного аппетита Спасибо Паша, тебе не кажется, что мы все-таки должны поговорить? Сонь А тебе не кажется, что мы в последнее время только и делаем, что разговаривает? Пашенька, поверь, ты раздул проблему на пустом месте Серьезно? Серьезно Я все понимаю, но Дима для меня только отец нашей дочери И все Хороший друг, товарищ Соня, я тоже понимаю все умом Только вот мозг у меня так странно устроен В каком смысле? В прямом Неужели ты думаешь, что я тебе не доверяю? Доверяю И прекрасно понимаю всю эту ситуацию с Димой Но я так не могу Ну как так? Да вот так Сонечка, ты человек 21 века А я где-то там засиделся, в каменном Динозавры, понимаешь? Для меня белое это белое, черное это черное Пашенька, ну я же тебе все объяснила Я понимаю Сонечка, разве ты сама не видишь, что мы с тобой абсолютно разные? Да все люди разные Это философия Я уже не изменюсь И тебя ломать тоже не хочу Господи, Паш, ну о какой ломке идет речь? Ну все люди живут, притираются, это нормально? Соня Давай так Что было, то было Значит, ты не вернешься Мне кажется Так будет лучше Кому лучше? Всем Ну ладно Спасибо, что Уделил мне время Слушай, Сухомлин, ты хочешь, чтобы я была толстая и некрасивая? Оль, поверь, ты толстая будешь, очень красивая Все, мороженое я больше не ем Спасибо, я этого и добивался Фиг тебе Хочешь толстый, будет толстый Отлично Ага, отлично Илья, не смотри, пожалуйста, как я ем Можно тебя оторвать от процесса? Зачем? Загляни Это мне? Тебе С ума сойти Не надо, ты мне нужна обменяемой Ильюш, это что, предложение, что ли? Почти Оль, поехали со мной в Питер В смысле? В прямом, на поезде Я же говорил, я в инженерное поступать буду А я что там делать буду? Да все, что угодно Я думаю, инкассаторы там востребованы по полной Ты знаешь, какие там бабки вертятся Ильюш, я что, прямо сейчас должна ответить? Не обязательно Да Юля, время еще есть Илья Что? Мне никто никогда не делал таких подарков Я очень рад, что я первый Над этим городом Над этой площадью Черные вороны Слушаю вас Даш, я тебе книгу принес, спасибо Не за что Даша, я ведь С билетами, не специально Да ради бога Да это кто-то из пацанов прикололся Я оценила Да ну их Ты из-за этого на дискотеку не пришла? Просто боюсь приколов Даша Даша Извини Да ладно, проехали Как торговля Не важно Давай пить пирожных Пить пирожных? Ты что, все съешь? Ну, суть же не в этом Главное, что куплю Представляешь Пичка решил улетно не поступать Теперь самолетами можно летать спокойно Ни один истребитель тебя не врежется Илья Что? Скажи, а это дорого стоит? Хороший вопрос Даже не знаю, как ответить Все-таки золото Ну, конечно А что бы еще подошло для золотой девушки? Илюш, ты что, в казино джекпот сорвал? Причем здесь казино? Я просто так спросила Все-таки это денег стоит? Ой, тебе надо бросать работу Почему? Ты слишком много говоришь про деньги Серьезно? Есть такое дело Присто я больше не буду У меня на позже выходные Соседу помогал крышу на гараже заливать Работенка я тебе скажу Сосос платил Я вижу, неплохо Ну и работенка, извини меня Может, ты меня тоже туда устроишь? Куда? Крышу заливать Ой, это была шутка, да? Ну почему? За такие деньги можно и понадрываться? Понадрываться Это прерогатива мужчин Это у меня конфуция Что есть, то есть Если честно, я бы с таким в Питер Без вопросов Так, добить меня решил Почему сразу добить? Так, зомбирую потихоньку Ты ешь мороженое Блин, опять это скумбрия Чего тебе скумбрия не нравится? Нормальная рыба А Трофим у нас эстет Предпочитает суши Да я вообще рыбу не ем По мне лучше рыба, это колбаса Слышь, мужики, никто добавки не хочет, а? Степ, давай угощайся, а? Тебе лишний фосфор не помешает, а? Ну давай Все, Степа, сегодня с тебя шоу Какое шоу? Какое-нибудь, цветовое Или фосфор, между прочим Нужно отрабатывать Видал, Трофим? Что-то не пошатлая рыба Блин Что такое? Кажись, кое застряло На-на-на, хлебом заешь Блин, нифига Ну что? Нифига, кость застряла Степан, блин, задрал-то каркать Ты че я каркаю? Блин, просто кость застряла Мне фиг будет жрать с костями Ты что, сухой? Костяк больше фосфора Степа, че с тобой? Да он репетирует Че репетирует? Ну как, ну его же Спокойной ночи малыши пригласили Каркушу озвучивать Блин, козлы Не, реально, ребят, что это с ним? Да кость у него в горле Кость? Ну да, с обеда торчит Он же у нас фанат по рыбе Вот и клюнул Степа, постой, а ты хлебом не пробовал? Да он уже пол батона сожрал Бесполезняк Подожди, дай-дай-дай-то посмотрю Зачем? Да не боись, ты просто глян Она вот здесь вот слива застряла Вот здесь, Коля Блин, не видно ничего Давай на свет Ага, видишь, да Нифига себе засела, слушай И что теперь делать? А может, пальцем ее? Ага, а может, еще ногой? Слышь, сухой ты, поаккуратнее А то когда будешь в печке Палец в рот засунуть Он же откусит, ты не заметил Ну и не так не делай Альберт Швейцар Выделял в жизни человека два периода Эгоистический и моральный Эгоистический период Это Период удовлетворения потребностей Частных потребностей личности А моральный Это период Самотречения Служения людям Печка, смотри, да, каркаешься Заткнись Я-то заткнусь, но сорока может тебя неправильно понять Тишина в классе Швейцар пришел к этому выводу На основе своего жизненного опыта В возрасте 30 лет Он оставил свою благополучную жизнь Он пожертвовал своей успешной карьерой Ради миссионерской деятельности в Африке Перепечка, встаньте В чем дело? Вы мешаете вести урок Лидия Витальевна, я случайно Садитесь Итак Швейцар Построил схему перехода от эгоистического периода к моральному На первоначальном этапе человек определяется со своими ценностными ориентациями А потом у него возникает внутренняя потребность перехода к моральному периоду Перепечка, встаньте В чем дело? Вы что, издеваетесь? Я не специально, Лидия Витальевна Не специально Что значит не специально? Ну, у меня просто это, кость в горле Какая еще кость? Ну, рыбная, я с обеда не могу откашляться Я сочувствую Сочувствую, вот только помочь ничем, к сожалению, не могу Присаживайтесь Так По-моему, это не смешно Перепечка, встаньте Перепечка Сходите в медпункт Зачем? Чудовищный вопрос Немедленно! По-моему, это не смешно Значит, вы говорите, каркающие звуки Да, именно Не стесняясь, в наглую, на весь класс Люба Пэй Зачем он это делал? А вы не понимаете? Ну, достаточно вспомнить, что моя фамилия Сорокина А, так-так-так Извините, удивительно Что? Удивительно? Ну, удивительно, что третий курс Я понимаю, ладно бы был какой-нибудь там сос Простите, я не поняла, кто? А, да это так Извините Лидия Витальевна А вы уверены, что он именно вас имел в виду? Товарищ полковник, насколько мне Ну, я, я, вы только не нервничайте Я понимаю Не нервничайте, не переживайте Мы их, конечно, накажем Кого? Их? Ну, их или его Но накажем обязательно Обязательно накажем Действительно Слышь, Трофим Чего? Держи Что это? Ну, это твои диски Ну, мои Ну, я же их это Смирнова давал А все? Нет больше Смирнова В смысле? Почикали его Как это? Ну, сняли Зиджеев За что? Да у него за колонками три банки джентонька нашли А на зле я его вычислил Да, вроде нормальный шарманщик-то был В том-то и дело, что был Так что готовься На следующей пати будем в тишине топать Да ну тебя Тут поставят кого-нибудь Вот именно Кого-нибудь А Смирнов свой пацан был Поставить какого-нибудь упыряя с первого взвода И все, сливай воду Чего ты ржешь? Я не понял Да ничего, просто прикинь Сейчас первый взвод сидит и думает Вот блин, поставишь же какого-нибудь упыряя с третьего взвода Какая еще кость? Рыбная Я на обиде подавился Она вот здесь вот застряла Это ты у меня, Перепетичка Вот здесь застряла Знаешь? Ну? Ну честное слово, товарищ полковник Честное слово Ну когда я думаю, что там за кость? Ну она уже вышла Вышла? Так точно Ну просто я после урока как-то очень сильно кашлял И она вышла А ты до урока посильнее кашлянуть не мог? Ну я кашлял Но просто она как-то очень глубоко засела Ага И у меня все еще в горле першит еще Что у тебя першит? Ну в горле Может посмотрите? У меня что? Дел больше нет? Гландами твоими любоваться? Товарищ полковник Вот это ты четко усвоил за три года, Перепетичка И товарищ, и полковник А то, что рыбу с костями жрать нельзя Мне что теперь в столовой? Блакаты вешать? Товарищ полковник, ну она как-то случайно попала Случайно, Перепетичка? Только кошки родятся Ну? Все, сегодняшний день переводим тебя На безрыбную диету В смысле? Кашей будем тебя кормить Манной С ложечки Иди Товарищ полковник Иди, иди А то и без каши останешься Ну-ка, погоди Это ты передумал В летную поступать? Так точно Ну, а почему анкету не переписал? Так я это, ну Еще просто Не выбрал Куда поступать Не выбрал Долго выбираешь? Смотри, Перепетичка Это ведь не каша манная А то я сам за тебя выберу А с другой стороны Че тянуть-то? Пойдешь в Арзамасское Саперное Куда-куда? Ты еще и глухой Ну ничего, для сапера Это не страшно В саперное пойдешь Вызывали, товарищ полковник Разрешите, Трофимов Они вызывали Извините Разрешите, товарищ полковник Вот Теперь доклад Суворовец Трофимов по вашему приказу прибыл Отлично Вот теперь проходи Трофимов Что это у тебя за диски там в тумбочке? Ну как, ну обыкновенные компакт-диски Ну мне их вернули Ясно А ты хоть Управляться с ними умеешь? В смысле? В прямом смысле Музыку ставить можешь? Могу Смирнова на дискотеке заменешь? А что с ним? Звездная болезнь с ним Ушел в народ Ты как? Ну я не знаю А когда узнаешь? Ну в принципе я могу В принципе или можешь? Могу Уверен? Так точно Не завалишь участок? Никак нет Смотри А то ведь мы из другого взвода можем взять Товарищ подполковник Ну не надо из другого взвода Вот Наконец-то слышу речь не мальчика, но мужа А то все, могу в принципе Ну Давай, Трофимов Чтоб все было как в Лас-Вегасе Товарищ подполковник А вы что, были в Лас-Вегасе? Нет Ну вот благодаря тебе хочу побывать Прошу серьезно отнестись к домашнему заданию Процедуру работы с графикой должны освоить все На следующем уроке будем писать самостоятельно по этой теме Есть, как раз наряде буду В таком случае, Перепечка, будете писать не на следующем, а через урок Ну а сейчас можете гулять В смысле? Еще же 15 минут По интернету, Соболев Синицы, нафига тебе Рязанский универ? Ты что, в десантной передумал? Почему передумал? Так просто Попросили посмотреть Кто попросил? Сухой, ну какая разница, не важно Интересно Что тебе интересно? Да так, где-то я это уже слышал Что ты слышал? Да так, ничего, Синицы, не падись Давай, время тикает, а интернет не резиновый Что, Перепечка, анекдотами интересуемся? Какими анекдотами? Ну, судя по всему, про саперов А, нет, я просто одно саперное училище, ну, посмотреть хотел Ну так и набирай, саперное училище Перепечка, ты что, поисковиком никогда не пользовался? Нет Так, урок окончен Собираем тетради, выходим Слышь, Перепечка, мысли о небе все не покидают? В смысле? Ну как, что летчики, что саперы, и те, и те летают, коллеги Очень смешно Поверь, Перепечка, когда взлетишь, не до смеха будет Товарищ полковник, разрешите обратиться? Проходи Ты знаешь, Перепечка, в этом кабинете все только и знают, что обращаются Ты не исключение, но слушаю тебя, что? Товарищ полковник, я посмотрел в интернете Ну что, картинки какие? Или что-то полезное прочитал? Нет, товарищ полковник, нет там такого училища Какого училища? Ну, Арзамаска, саперная, там только артиллерийская А при чем сейчас Арзамаска, саперная? Ну так вы же сами говорили Когда? Ну тогда Перепечка, ты какой город смотрел? Арзамас Ну вот, а надо было, Арзамас 16, секретный город Кто ж тебе в интернете про секретный город информацию выложит? Товарищ полковник, вы сейчас шутите? Ну наконец-то, не прошло и трех лет, как ты догадался Ладно, иди думай, а то ведь правда придется открывать Арзамасская саперная Вот для таких, как ты Разрешите идти? Иди Слушай, так во всем, сколько людей, столько и мнений Одним отстой, другим супер Ну ладно, про любовь не можно сказать, знаешь Знаешь, я думаю, что правда где-то посередине Ну вот мы сядем посередине и сами все решим, да? Ксюш Угу Я тут кое-какие справки навел Какие справки? Значит, ага, в Рязани тоже есть факультет журналистики Рязанский государственный университет имени Сергея Есенина Звучит? Звучит Ну а чего так прохладно? Ну а при чем тут Рязань? Ну просто я подумал, что и там же можно учиться Ну а потом мы вместе были Ну, Леш, ну ты сейчас серьезно? Серьезно? Это же смешно, ты сравнил Рязань и МГУ Ну а чего? Ну а Рязань, что-то деревня, что-то? Ну а при чем здесь это? Ну, просто были бы рядом Ну мы и так с тобой будем рядом В Москве до Рязани два часа на электричке Соскучился, приехал Ну или я приехал Ну, что такое вид траурный? Да нет никакого траурного вида Тогда поцелуй Попрошай-ка Ну окей, тогда я Ой, а это что, Макаров что ли? Ну сам А ты же говорил, что он на монастырь подался Мало ли что я говорю, life is life Господи, сниться, какое ужасное произношение Извините, пожалуйста, мы Оксфордов не заканчиваем Угу, оно и видно Что тебе видно? Потому что порядочный человек дошел бы к другу и поздоровался Знаешь что, мы с ним в зале поздороваемся, в темноте все порядочно Пойдем Ну что, в кино? А мы заложники ситуации В смысле? Ну если мы пришли к кинотеатру Ну что, выбора нет? А что, ты не хочешь в кино? Конкретно в это не хочу Просто никакого скетча не постарался Спецэффекты Нужная она и должная На титрах плачет Если хочешь попал, то пойдем А ты уже видел? Нет Ну, есть предчувствие Есть ощущение, что все так и будет Ну, мы в принципе можем и на другой фильм пойти Можем А смысл? Ну, поняла Слушай, Жень, вот почему если первое свидание, то сразу в кинотеатр? Вот представляешь, если бы я тебе предложил, а пойдем, Женька, ко мне полки в объем Какие полки? Условные Прикрутим условные шурупы Повесим условные полки Ведь полки, они должны висеть, правильно? Максим, что-то я тебя не очень понимаю Да я сам себя не очень понимаю Просто хочется чего-то нестандартного А пойдем просто колбаситься На дискотеку, днем А что, тебя что-то смущает? Алло, Оль Привет Ну что, ты сегодня как? В смысле? Так ты ж хотел поменяться Блин Ну и когда ты теперь освободишься? Так а сколько у тебя еще выездов? Ну, плохо, конечно Да не знаю, я уже, может, и не пойду никуда Так а что им там делать? Я с тобой хотел пойти Извинения по телефону не принимаются, только в устной форме Совершенно верно, от слова уста Да Ладно Оль Оль Да, конечно, я все понимаю, Оль Ну Да ничего Ладно, давай, я тебя тоже Угу Целую Да Видно, сегодня не судьба Да Хотя не факт Опа Давай, 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 Женька Давай, не сними Ну ты, по-моему, какая-то зажатая, нет? Ну ты, по-моему, какая-то зажатая Пойду с диджей перейду За мной рассвет Да А ничего И близка Между нами Нет Возьмите Да Ух Ух А Ни любовь, а смачная небруха Х Uh Разорву на груди рубаху Ух А Воспитаю в себе силу духа А Ух Ух Оттуда, где лес, зелёный бор, и снова долгий разговор. Скажу себе я, командор, open the door, ну как мы вместе до сих пор. Мне любовь, а сплошная непруха. Разорву на груди рубаху. Воспитаю в себе силу духа, и пошлю тебя. Ничего. Ничего. Правда смотрю. А, ну ведь не возбраняется. Приклонит. Во всех смыслах. Так думаешь? Уверена. А ты меня поцелуй. В смысле? Во всех смыслах. Ну, давай, давай. Что у тебя там? Не обманывай папочку. Ух ты, напугал. Дрожу всем телом. Здорово, молодёжь. Здорово, молодёжь. О, здорово, Клюн. На, держи. Если что, подстраховывайся. Понимаете? На, держи. Если что, подстраховывайся. Понимаете? Ну что, Соболь. Как там? Вы, Валя, оттянулся? Оттянулся? Не оттянулся. Тебе-то что? Ну, ничего. Просто интересуюсь личной жизнью, товарищи. А тебе что? Своей мало? Не, ну про свои-то я всё знаю. А, слышь, мужики, никто не знает, кто-то в Макар в кино ходил? Вон, у него и спроси. Салют, монаха! Слышь, Макар, ну давай, расскажи, как ты раскодировался. Элементарно. Код забыл. Макар, так ты ходил в кино с этой как-то там? С Женей. Слушай, Трофим, может тебе ещё письменный отчёс составить? Не, ну серьёзно. Ты с ней зажёг? Зажёг, зажёг. Потом пожарные приезжали, потом спасатели. Оттянулись одним словом. Эй! Свистит. Желаемая за действительное. Есть даже такой синдром. Понтодром. Да никуда он с ней не ходил. Ходил. А ты откуда знаешь? Я их видел. В смысле? Глазами, в смысле. Чё, сын? Да. Помянем монаха. Пусть матрас ему будет пухом. Репертуар у вас супер. Так Трофима завтра посадили. В смысле? Пятнадцать лет. С конфискацией. Отлично. А теперь медленная композиция. Кавалеры приглашают дам, хотя в этих сценах можно и наоборот. Разрешите? Почему бы и нет? Я дико извиняюсь. 21 век. Некоторые люди придумали диски, а некоторые придумали, как их запиливать. Ну ничего, отдохнули, перевели дух и снова танцуем. Слышь, Трофим, покажи. Чего? Покажи диск, который у тебя запилен. Не слышь. Всё, ты слышишь. Я говорю, покажи диск, который у тебя не пошёл. Ну, пошёл, не пошёл. Что с этого? Ты это специально, да? Что специально? Всё. Всё ты знаешь. Слушай, Лёха, не мешай мне работать, а? Я ж не для себя одного стараюсь. А этот трек не оставит никого равнодушным, потому что он прозвучит для нашей замечательной буфельчицы. Она же повелительница кексов, она же королева шоколада. Одним словом, Даша, это для тебя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чего тебе? По-моему, Трофим, нам с тобой надо давно уже поговорить. Ну, поговорить это навсегда, пожалуйста. Внимательно. Слушай, чего тебе от неё надо? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok